Это была ещё одна чудесная неделя, когда просмотр новоросской пропаганды доставлял нереальное удовольствие. Ведь не зря говорят, что вечно можно смотреть на три вещи – огонь, воду и наркоманские программы канала Луганск-24. Уж волей-неволей приходится играть по этим общим правилам. Там смешно всё. И вечно горящий чудак на фоне бюста Сталина. Пуля-во-оп! И поминай, как звали, хероя. Уродовы! И вот такие фразочки ведущего новостей. Условия карантина диктуют дистанционное обучение. Министерство образования рекомендует заниматься по три часа в день. У Крмова и Укрлит упорно включаются в план занятия, отнимая время у действительно важных предметов. Ну да, мешают уроки украинского языка и литературы с колен встать. Ни к чему это в славном Ворошиловграде. Вышел указ главы об использовании и популяризации исторического имени. Город Ворошиловград. Мы помним своё героическое прошлое и не собираемся от него отказываться. Чё тут скажешь? До такого даже платва с Саней Захарченко не додумались. Давайте ещё из Донецка Сталина сделаем. И тогда укропы вообще обзавидуются. Чётко! Ага! Причём вы только послушайте, что несут эти карасики. Для луганчан Ворошилов не просто историческая фигура, а фактически национальное достояние. Ну тис, шо кому не ясно, Ворошилов это ни много ни мало национальное достояние. Ворошилов фактически национальное достояние. И здесь непонятно смеяться или плакать. Нет, с одной стороны чудак в чём-то прав. Для нео-совков, воспевающих кровавых убийц, такие герои самое оно. Просто для справки. Подпись Ворошилова стоит под почти двумя сотнями расстрельных списков. Сталин подписал 357 списков. Молотов – 372. Ворошилов – 185. Только по официальным данным этот красный палач виновен в убийстве 18 тысяч советских граждан. Реальная же цифра может отличаться в разы. По указу Климента Ворошилова осуждены и расстреляны не менее 18 тысяч граждан. В том числе по распоряжению Народного комиссара обороны были репрессированы около 170 командиров Красной Армии. Причём все же понимают, что антисоветские элементы – это никакие не преступники. Это обычные люди, которых объявили врагами народа только за то, что они не хотели отдавать заработанное в колхозы. Или просто кивать в такт с миллионами шариковых. Большой террор был многоуровневым, рассчитанным на разные категории граждан. На первом уровне уничтожали низшую категорию. И он был самым массовым. Собственно, нет ничего удивительного в том, что детки и внучата тех самых шариковых теперь объявляют убийц национальным достоянием. Всё логично. Они ведь такие же. Сколько там людей расстреляли и замучили в подвалах за эти шесть лет? За какого-то несчастного Ланоса всех пассажиров и водителей, которые были в машине, троих человек, вывели ополченцы же, которые вроде бы как мне подчинялись, поставили на колени в какой-то листолосе и расстреляли. Да-да, за копеечный Ланос или же за деньги. Они же ради них целые семьи расстреливали. Подвиг героя Донбасса. Как мозговой расстрелял семью с маленькой девочкой ради денег. Что тут скажешь? Какие республики такое и национальное достояние? Причем это понимают даже сами боевики. Мы уже показывали сеанс унижения новоросов в ходе последнего обмена. Я сказал вам, я не перейду это. Дальше. Вы отказываетесь от участия в обмене? Я хотел освободиться от ответственности за участие в войне против Украины на стороне ЛНР. Вам всё понятно? Когда из семи человек смешную Копцеву послало к чёртовой бабушке сразу трое. Нет, вы воспользовались моментом, чтобы получить процессуальную очистку за участие в обмене. Правильно? Но пропагандисты сделали вид, что такой был только один. А теперь послушайте эти жалкие отмазки. К сожалению, во все времена были и есть трусы и предатели. Господин Бишко один из них. Предатель? Трус? Расстрелять? Посмел отказаться от процветания в славном Ворошиловграде? Но ещё смешнее было вот тут. Обычные политические игры семейки конъюнктурщиков. Паши попытался поиграть в сепара и влиться в структуры ЛНР. Ах, так вот оно чё, Михалыч, карьеристы это! Оказывается, из-за таких упалчленцы из Лисичанска и Северодонецка убежали. Именно из-за таких попутчиков и пришлось ополчению отступить из Лисичанска, Северодонецка и других городов, ныне оккупированных украинскими карателями. И скажите после этого, что они не наркоманы. Не, ну серьёзно. Если вы реально считали этих мужиков предателями, из-за которых сдавались города, то зачем вносили их в списки на обмен? Чтобы что? Трусость и предательство. Но если сказать правду, разрушится весь их жалкий пропагандистский домик из палок и навоза. Ведь это же Копцево годами дуло в уши зрителям байки о пытках в Украине. Пленные ополченцы возвращаются с явными следами пыток и насилия. В пытки и нарушения прав человека, такие как условия содержания, предоставление медицинской помощи, питание. А тут бывшие воевавшие боевики прям перед камерами шлют её лесом. В Святую Луганду вернулось аж четыре человека. И убогим ничего не остаётся, как объявить остальных предателями. К сожалению, во все времена были и есть трусы и предатели. Не отстают от луганских братьев по разуму и донецкие новоросы. И хотя Этька Басурин явно сдулся и просто не в состоянии выдать что-то поинтереснее очередных наёмников и эпидемий в ВСУ? Командование оккупационных сил всеми силами пытается скрывать данные о вспышках инфекционных заболеваний подчинённых подразделений. Дело его живёт и процветает. На том же канале Юнион девчуля только вот распиналась, по каким нереальным стандартам делается её программа. Мы просто говорим факты. Журналист не имеет права на своё мнение, не имеет права каким-то образом перекрутить факты, что-то договорить. То, что ты говоришь людям, ты не имеешь права навязывать. Личных оценок нет, фейков нет, Би-Би-Си на фоне панорамы недели вообще отдыхает. Но вот вам просто один из десятков фрагментов из свежего выпуска. Там в ВСУ небоевые потери норма их бытия. Образ жизни, дисциплина, да, и сам контингент. Говорит сам за себя. Ой, не могу, держите меня, Семера! Машка, Машка, иди вон, глянь, как синие ВСУшники бегут Москву штурмовать. А теперь мы вам кое-что покажем. Узнаёте видео? Да-да, это ровно то же, что показывал Юнион. А теперь посмотрим дату заливки. Да быть не может! 2009 год! И, судя по всему, это вообще не Украина. И такого реально пачками. Но бенефис убогости – это когда новороссы бомбят фейки в программах, которые вроде как должны эти фейки разоблачать. В эфире телеканала «Луганск-24» проект «Голопом по укропам». Мы говорим о том, о чём умалчивают на украинском телевидении. В студии работает Валерия Спивак. Здравствуйте! Мы когда-то уже показывали вам мега-шедевр канала «Луганск-24», где смешная тётя берёт новости из украинских СМИ, пересказывает их. В Ивано-Франковске умерла роженица, у которой было подозрение на коронавирус. На Франківщине от коронавируса померла жінка, яка щойно народила дитину. А потом, как ни в чём не бывало, заявляют, мол, об этих сенсациях в Украине молчат. Мы говорим о том, о чём умалчивают на украинском телевидении. Казалось бы, это днище настолько, что уже и нам за них стыдно. Но тут ход конём делает Донецкий первый республиканский гипермарго, извините, телеканал. Хотя уровень там примерно один. Ну ничего себе! Сейчас будут фейки у Кроссми разоблачать, оживилась вся наша база НАТО. Тем более тема актуальная – пожары в Чернобыле. Смотрите в свежем выпуске проекта «Фейков нет». Чернобыльские леса, охваченные огнём. Почему официальные власти страны не спешат говорить правду? Но, посмотрев 7 минут видео, начал просто взрываться мозг. Очень хотелось понять, а в чём фейки? Смешные просто нарезали новости из украинских каналов, где говорили о проблеме. Причём нарезали их так, что не кисло подставились. Однако чиновники сложной ситуации и дальше продолжают отрицать. Слыхали? Отрицают чиновники проблему! После чего всем показывают скрин как раз одного из чиновников. Просто почитаем, что там написано. Є погані новини. У центра пожары радіація выше нормы. То есть скрин прямо противоречит за кадром. Но ребятки совсем не смущают. Они упорно держат зрителей за дураков. Да, в центре пожара уровень радіації повышен. Это тупо. Все украинские каналы показали. Палают чернобыльские лесы. У центра пожары радіація превышает норму. Все каналы измеряли уровень радіації в Киеве. Р уровень забруднения червоный. Небезопасен для здоровья. Киев перший в истории очолув список найбрудніших міст планеты. Даже все зрадные версії типа поджога из-за вырубки деревьев смешные новоросы тоже узнают из украинских СМИ. Потому что, ой, здесь демократія, а не ворошиловград. Здесь говорят о проблемах, а не облизывают бать. Собственно, поэтому условные факты тыжня в Ютюбе смотрят так. А итоговые на Первом Республиканском. Разница как бы намекает, кому реально верят люди.